Дорогие мои, я хочу сказать, что этот суп чечевичный из Индии я очень люблю готовить, но пока я мою руки и наливаю гостям его, он уже заканчивается. Сегодня, в этот прекрасный съемочный день, надеюсь, с оператором мы съедим его вдвоем, потому что он нереально вкусный. Итак, поехали. Мне понадобится красная индийская чечевица. Вот такая она, выглядит как пуговки, даже как монетки. И именно из нее я приготовлю чечевичный суп, который разваривается моментально. То есть, если у вас под рукой есть другой вид чечевицы, обязательно ее замочите на час, два, три, чтобы она варилась уже быстро. Она набухнет, и время готовки супа у вас займет полчаса. Мой суп готовится будет 20 минут. Так, мне понадобится одна луковица. Я включаю на разогрев пятислойную любимую кастрюльку небольшого литража на 2,5-3 литра. Наливаю каплюшечку масла на дно и нарежу туда не очень крупно кубиком лук, чтобы после варки он особо не торчал из ложки. Отправляю мелко нарезанную луковицу пассероваться. Обратите внимание, я варю суп, а пользуюсь одной посудой. Я не пассерую лук отдельно, это ни к чему. Чечевичный суп, он богат протеинами, и достаточно его готовить без бульона. Если здоровье позволяет, капните туда оливковое масло или сливок, он будет богаче по калорийности. К луку я отправляю соседничать стебель сельдерея, который нарежу тоже меленько. Нашинкую его вот так поперек. Итак, перец. У меня сегодня на арене зеленый и красный. У него разный вкус. Советую вам и тот, и тот. Хочу вам сказать, что в Индии пользуются основной специей. Это карри. И я щепотку карри положу в суп, но она не будет перебивать основные компоненты. Это смесь специй, таких как чеснок, куркума. Там говорят 12 компонентов. Индийцы когда-то смешали тысячу лет назад, и эта специя стала как базовая. То есть карри и карри в кастрюле пассеровка у меня уже практически готова. И я хочу вам показать, что же авторского я положу в этот индийский суп, а именно русский трюфель, сморчки. Они у меня качественно промыты от песка, и я ввожу вместе с тем рассольчиком, которым они были заморожены. Камера, надеюсь, ты чувствуешь, какой потрясающий запах пошел от кастрюльки. Я отношусь к сморчкам, как к трюфелю. Называю его ласково русский трюфель. Все, теперь я засыпаю чечевицу и заливаю кипятком. Один к двум. То есть, если вы положили 200 грамм чечевицы, будьте любезны, налейте 400 миллилитров кипятка. Господа, ну вот прошло 15 минут, чечевица набухла. Набухла достаточно сильно, что у меня уже в кастрюле не суп, а жаркое. Поэтому я подолью каплю кипятка, облагорожу суп небольшим количеством белого вина, посолю соевым соусом и, как обещал, положу специю карри, чтобы компоненты, такие как сморчки, сельдерей, чечевица были наверху, но благородная отдушка карри имелась в этом вкусном, чечевичном, индийском варианте супа. Все, дорогая камера, я хочу обратиться сегодня к своему оператору Леониду. Леонид, низкий поклон тебе за то, что терпишь меня, работаешь и подснимаешь все, что готовится в кастрюле. Эту кастрюлю с чечевичным супом я отдам тебе. Угостишь родных и близких. Опять мне сегодня и достанется. Да ладно, шучу. Чечевичный суп готов. Я еще его чуть-чуть присолю. Суп у меня в пятислойной посуде сам по себе дойдет, потому что здесь пять слоев по нищу и с боков. Держит тепло, закрыв крышечку, говорят, до пяти часов. Наливаю хорошую порцию супа. Чечевица, напомню, богата протеинами. А протеин это растительный белок, сравнимый по аминокислотности с любым куском хорошего мяса. У меня слюни текут. И хочу сейчас после выключения камеры все съесть. Угощайтесь и вы.